Всем привет, с вами я Истья. И сегодня я хочу рассмотреть с вами вместе игру Пилотир. В ней рассказывается о том, как кто-то изобрел реактивный ранец. И мы играем за первого испытателя этого ранца. Хотя, если судить по картинке, это скорее испытательница, к тому же чернокожая. В режиме карьеры мы должны выполнять различные задания. От простого к сложному. Начинается все с очень простых заданий вроде «повисеть 5 секунд в воздухе и благополучно приземлиться». Чем дальше, тем задания станут сложнее, что в общем ожидаемым. Например, добавится таймер и появится задание вроде «долететь до такого-то объекта менее чем за столько-то секунд» или «долететь до этого же объекта менее чем за столько-то секунд и по пути сделать разворот по часовой или против часовой стрелки». Надо заметить, что управление в игре ужасно сложное, особенно по началу. Любые перемещения осуществляются сочетанием касаний левой и правой части экрана. Наш персонаж будет очень часто падать, это уж точно. А если бы здесь была реалистичная система повреждений, он бы давно стал калекой или даже отправился на тот свет. Впрочем, высокая сложность игры добавляет ей интереса в своем роде. Ведь чем сложнее, тем больше удовольствия испытаешь, когда у тебя наконец что-то получится. Графика в игре довольно своеобразная, необычная, я бы сказал. Мне кажется, она стилизована под рисунки мелками или что-то в этом роде. По крайней мере, это оригинально. Мне нравится в этой игре еще то, что время от времени наши достижения отмечают вот такими заметками в газетах. На мой взгляд, этой игре не хватает соревновательности. Думаю, мне было бы интересно играть вдвоем. Причем, чтобы у каждого было по айпаду и можно было бы соревноваться, кто быстрее выполнит то или иное задание или кто лучше. Вот это было бы интересно. Впрочем, я допускаю, что найдутся и те, кому понравится играть в одиночку. Какой-либо музыки в игре нет. Так просто время от времени на заднем фоне слышно незатейливые фортепианные аккорды. Я не уверен, но по моим впечатлениям в игре есть только одна локация. Довольно разнообразная и интересная, но все же только одна. Мое общее впечатление от игры примерно на 7 из 10. Я приобрел ее в рамках акции бесплатное приложение недели. А обычная ее цена я сейчас посмотрел 229 рублей. Ничего себе. Я бы не стал покупать. Тем более, что я поиграл в нее час-другой и в общем-то наигрался. Но допускаю, что кому-то она может прийтись больше по вкусу, чем мне. По крайней мере игрушка стильная и похожа на другие. Это у нее не отнимешь. А на этом все. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч.